Интересные факты о перце. Перец не всегда был жгучим, он приобрел это качество в процессе эволюции. Так растение отпугивает животных и привлекает птиц, на которых жгучее вещество не действует. Дело в том, что семена перца, проходя через тело пернатых, остаются целыми, чего нельзя сказать о животных. Первыми одомашнить перец смогли древние ацтеки и майя. Острые плоды они использовали вместо соли, которая была им плохо известна, а сладкие в качестве овоща. У перца имелось и собственное божество Чантико, супруга бога огня. Согласно легенде, она съела в пост рыбу с паприкой, и в наказание муж превратил ее в собаку. Некоторые источники утверждают, что перец позволил индейцам одержать победу в одной из битв с испанцами. По преданию, американские аборигены посыпали острым перцем тлеющие угли. Возникший дым ослепил европейцев, начисто лишив их способности обороняться. Самые жгучие виды красного перца называют перцем чили. В переводе с языка ацтеков это слово как раз и означает «красный». В красном перце содержится много витаминов групп А, СИВ, а также магнием, калием и железом. В зеленом перце, недозревших плодах того же растения, содержание полезных веществ значительно меньше. Перец входит в состав известных пряностей калия и хмели-сунили. Некоторые виды перца настолько жгучие, что одно прикосновение к ним может повредить кожу или даже вызвать химический ожог. Единственный способ безопасно готовить такие перцы – надевать резиновые перчатки. Чтобы нейтрализовать жжение от чересчур острого перца, нужно пить не воду, а молоко, иначе эффект будет обратным. Также пожар во рту поможет потушить егорт или кусочек лимона. Канареек некоторых видов кормят каенским перцем, чтобы придать их перьям более интенсивный красный цвет. Из жгучих перцев готовят настойку для стимуляции аппетита и пищеварения. Кроме того, для лечения некоторых заболеваний применяют перцовые пластыри и мази с содержанием перца. Ученые доказали и эффективность красного перца для борьбы с раком. Красный перец прекрасно растет в домашних условиях. Душистый перец – это высушенные ягоды вечно зеленого тропического дерева. Масло, содержащееся в этих плодах, используют для изготовления духов, ликеров и мыла. Розовый перец нельзя есть в больших количествах, так как эти плоды токсичны. Самый жгучий перец из известных на данный момент – перец хабани-ро. В России о перце узнали только в XVI веке, так как это растение в дикой природе встречается только в тропиках. Перец настолько популярен, потому что мозг отвечает на сильное жжение во рту выбросом эндорфинов, естественного болеутоляющего. Побочным эффектом этой реакции становится чувство эйфории, поэтому некоторые люди приобретают настоящую зависимость от острых блюд.